У нас не следует доказать, что все революции происходили в английском разделе прежде всего, а в русском, в лучшем случае, патрулирование относительно быстро было включено. Соответственно, если ему верить, то предложение о революциях нужно там и делать. Хотя, ну, на метавике. Прежде всего, на метавике. С моим рассчитыванием, на мой взгляд, предложение революции надо делать не столько даже в английском разделе, с моим центральным фондом, вот в чем-то типа стрэдочек. Ну, в общем, да. То есть, в обход обсуждения просто предлагаете, если там кого-то убедите, все будет замечательно. Так вы, как сказать, понимаете, решение о революциях? Вот, я просто хочу заметить, что патрулирование в английском разделе до сих пор не включено. Не потому, что оно плохое, хотя может быть, действительно, до английского раздела его включить несколько сложнее, там, за счет большего объема и так далее. А просто потому, что чем больше народу, тем более инертный проект. И такие вещи, как, например, тот же запуск медитатов и так далее, ну, собрались энтузиасты из английского, из немецкого фонда, ну, и, собственно, запустили, грубо говоря. Не знаю, да, мне кажется, что подробным обсуждением всем разделам, ну, довольно сложно. Надо довольно сложно такие вещи делать, если вы... Есть еще одно совмещание. Если верить докладчику, фактически он выделил только то, что когда-то появилась страница обсуждения, затем появилась мета Вики. Но дело в том, что хорошо известный участник русского раздела, я думаю, что мета Вики к нашим проблемам особого отношения не имеет, а страниц обсуждения их настолько много, что на них решаются только эти частные вопросы. Например, очень многие фундаментальные вещи решаются от них не там, а, например, на страницах к оценке источников, на форумах, в страницах орбитажа. И главное здесь то, что, хотя опытные участники примерно представляют, где что там решалось, более-менее помнят, но не опытным участникам найти, где решался вопрос, который может иметь непосредственное отношение к обсуждаемой ими статье, довольно сложно. Даже опытным. Не то чтобы сложно, но они даже с этого не хотят. Да, да, я согласен с вашим замечанием. Я, на самом деле, конечно, доклад был довольно субъективный. Я специально несколько сузил, не упомянул довольно много моментов, а в первую очередь социальных моментов. Действительно, да. Но я от этого делаю все одно дело, чтобы не расширять уже сверх меры. Спасибо большое, пожалуйста, по моему другу. Мы следим за развитием такого проекта. И есть некоторые возможности добавления статей по редактированию. Вот такой вопрос. Можно разлучить, может еще это янклассно. Есть ли какие-то механизмы по импортированию, уже созданным и по детальному информации, статей? Вы несмотря на какой-то стандарт, процесс по вовлечению уже готовых источников данных? Пожалуйста. В принципе, импортирование, видишь, или экспортирование? Импортирование. Импортирование, да. Нет, конечно, такие механизмы есть. Они, это стандартные механизмы движка, не двигая. Другое дело, что, насколько я понимаю, далеко не во всех этих проектах они включены. Ну, просто потому, что это некие очень ответственные задачи. Вот. В принципе, для импорта данных в Википедию требуется только соответствие лицензий. Можно просто скопировать, да? Но при этом надо соблюдать условия лицензии, потому что в Википедии надо материалы иметь под лицензией Creative Commons. А, ну и, собственно, все. Большую помощь. И надо, конечно, чтобы соблюдались критерии энциклопедичности. В общем, стандартные правила Википедии. У меня, наверное, одно маленькое развлечение. Я здесь маленький, точнее, еще вопрос. Ну, про русскую революцию я, конечно же, не могу сказать про мой любимый кубатор. Где это явление уникальное вообще для всех почти 300 языковых разделов? Конечно, похожее есть только у немцев. Мемберство, а англичане пытались скопировать, но так пока это не сделали. А вопрос по этому графику. Мы вышли все в киноплата, потому что я смотрел, только я не помню, как он, конечно, у нас только спад тоже пошел, или нет? А, ну, нет, спад некоторый метр есть, но он довольно слабо выраженный. Может быть, если смотреть другие графики, там можно хоть и сравнить, и так далее, но с моей точки зрения это не очень принципиально. Ну, мы видим график англичане, мы видим, что после пика там пошел ниги спад, который сейчас стандаризировался, и, в общем, такое четкое равновесное состояние. По слову, я тоже, когда тут есть, по абакцинации оказывается, что ожидается небольшой рост. Поэтому мы, наверное, панируем. А у меня есть вопросы. От параграфика «Динамики изменения количества активных участников банковики» видно за 2007 года «Нарийские спады». Мне кажется тебе, что это связано с внешней революцией, которая произошла в интернете, с появлением Фейсбука, который примерно за то время стал набирать обороны, собирают все больше участников. Мне кажется, у нас такое замечание, кто-то как раз с тех пор начинает наблюдаться авток. Пользуйтесь, в Фейсбуке. В России, мне кажется, он не столько распространен, как в внешнем мире, это написано в Форше. Как вам поедет? Скажем так, я не думал над этим моментом. Мое мнение, что это может играть какую-то роль, но мне кажется, что активность в Фейсбуке и работе в Википедии, они какие-то очень разные по стилю. Я не уверен, что участнику, ну, как бы, участников Википедии, многие участники Википедии, пожалуйста, своей работой в Википедии, значит, и перейдут там просто в такой проект, как Фейсбук. А, ну, они дают совершенно разные, разные эмоции и так далее. Спасибо, Слава. Спасибо.